сегодня должны были состояться дебаты вот она тут станет директор вы да послушайте вы меня значит вы себя вот ведете как царица если вы считаете если вы считаете что нарушается закон тогда ой как пальчик пошел прекрасно а вы кто я буду дмитрий павлиныч отвечает за безопасность бтрк и имущество мое положи вот сюда пожалуй зайду зачем так где русских у себя встал дурачок вы кто такая а почему вы без маски находитесь на рабочем месте вот прямо здесь в приемной находится очевидно секретарь руководителя ирины русских она находится без маски несмотря на мои неоднократные требования надеть маску средства индивидуальной защиты она этого не делает я вас вызывал долгих антона витальевич вот она попыталась меня воспитать и собственно все что сейчас происходит вот посмотрите да сидит улыбается молодец во-первых я естественно рассказывать что я нахожусь без маски объясняю причину или владимировна вы себя просто зарываете сейчас этими объяснениями тогда получается что вас не обеспечили маской и будут отвечать уже работодатели вы остановитесь да давайте я вам даже сейчас короткое объяснение вернее вы тоже рапортом оформите я вам сейчас скажу долгих пояснил что и далее я вам так долгих антон витальевич так 0 6 0 6 1977 кировская область город киров снимай у вас ко мне вопросы какие-то или кому-то из присутствующих а пожалуйста значит я вам поясняю я кандидат депутат законодательный вы вы старшей группы или кто каждый каждый старший группы ну понятно вас два экипажа значит зовут меня долгих антон витальевич я кандидат депутаты законодательного собрания кировской области сегодня здесь состоялись дебаты это официально избирательное агитационное действие которое оплачено из государственного бюджета перед началом дебатов прибежала зачем-то ирина русских которая испытывает ко мне лютую личную неприязнь и попыталась дебаты сорвать и вот после того как все дебаты закончились совершенно спокойно я решил подняться сюда чтобы с русских поговорить значит этот человек встал у двери меня туда не пустил я себе сломиться не стал я же вменяемый человек профессиональный юрист и обратился к секретарю которая до этого тоже значит как воспитатель детском саду вскочила начала значит мне аннотации читать но я обратил внимание что она находится без маски кстати все это будет опубликовано все это записано поэтому мои слова будут найдут подтверждение после этого я естественно переключился на эту милую девушку прекрасную юлию владимировну сейчас зовут и знаю и обратил внимание что она без маски я сделал ей вежливые замечания попросил ее несколько раз маску надеть то есть не желая создавать ей проблемы но юлия владимировна ни слова не молвила значит сидела как будто не замечает ну еще раз попросите человек это да не мешает может быть если он мешает очень благодарю вас кто на первой в очереди почему он вам юлия владимировна показывает уже помолчать юлия владимировна уже показывает прислушайтесь все у вас закончился словесный поток опять все вот я уже почти закончил после этого так как девушка не реагировала я не знал как ее зовут вообще на мои замечания на призывы надеть маску а я к слову член общественного совета при министерстве здравоохранения кировской области и очень трепетно отношусь к соблюдению законов лечащий сам нашу маску буквально с марта прошлого года потому что владею информацией об эпидемиологической обстановке в полной мере гораздо даже больше чем обычные граждане знают поэтому отношусь к это очень серьезно вот вижу что юлия владимировна не сдевает и пришлось мне потратить собственное время на то чтобы обратиться в дежурную часть умады россии по кировской области подчеркиваю в дежурную часть в россии по кировской области сделать сообщение в административном правонарушении в форме заявления о возбуждении дела по статье 20.6.1 КОАП РФ. Прибыл, соответственно, я так понимаю, дежурный участковый, возбудил дело об административном правонарушении, сейчас составляется протокол, Юлия Владимировна визу вину полностью признала, раскаялась, и я по большому счету сейчас уже даже хотел уходить, но увидел, что пришли, приехал сначала один экипаж, потом второй, я никогда ни от кого не бегаю, это все должны знать, понимать. Поэтому сейчас мы вас здесь дождались, вы, кстати, очень быстро, долго поднимались, видимо, получали указания от кого-то или объяснения. Ну, теперь, собственно, вот вся ситуация, все ситуации вы владеете, и можете, конечно, здесь находиться, тут я вам не указ. А так вообще, ваше появление напоминает мне 2014 год, когда меня, действующего члена избирательной комиссии Кировской области, не пускали физически в обл. избирком, и каждый раз дураки на пульте жали кнопку, я всегда дожидался, один раз минут 15 ждал, и всегда приезжал тогда еще ОВО, и задавали вопрос, слушайте, вы совсем что ли дебилы? Человек, член государственного органа, вот его удостоверение, вы почему его не пускаете? У нас указания. Вот у меня удостоверение, так, пенсионное вам не нужно, удостоверение члена избирательной комиссии, да слушайте, пожалуйста, возьмите в руки, не страшно, удостоверение члена избирательной комиссии Кировской области. Есть сомнения в моем статусе? Каждый раз, да, и каждый раз приезжает наряд. Я вам просто сразу объясню, когда был пост ОВО, который, к сожалению, в сентябре сняли, не было ни одной проблемы, никогда, потому что какие бы распоряжения они не получали, они понимали, что они незаконны, и что я действительно член избирательной комиссии Кировской области. Как только сменили ОВО на вот этих гражданских лиц, и началось, каждый раз происходит одно и то же самое, я представляюсь, они удостоверяются, я все фиксирую на видеозапись, что люди понимают, что я член избирательной комиссии Кировской области, и меня не пускают. Я самостоятельно прохожу, я это не отрицаю, более того, это дело в присутствии сотрудников полиции, ваших коллег, в том числе участковый был, никакого состава, разумеется, нет, никакого проникновения на объект нет. И каждый раз происходит этот вызов. Здравствуйте, старший, да, вот он сказал. Вам принесли документ, дальше что? Вы подписали. А что в документе-то? Я не имею права пропускать вот таких вот прыгунов. Прыгунов? Вот сейчас, видимо, такая же ситуация. Значит, этот человек, вместо того, чтобы выйти и помочь своему сотруднику, он, очевидно, нажал тревожную кнопку, за что тоже будет стать и отвечать. Ложный вызов специализированных служб. Вот Юлия Владимировна тоже ведет видеозапись, все, я думаю, покажет. И вообще, все это увидят тысячи, потом десятки, а потом и сотни тысяч людей. Обязательно, если еще не подписаны на YouTube-канал Юрист Антон Долгих, посмотрите, там все увидите. Я думаю, все вы смотрите. И, кстати, ваш коллега, Михаил, фамилию не помню, люди, вот очень хорошо, люди в восторге от его деятельности. Вот это, кстати, образец и пример адекватного абсолютно сотрудника, который приятно понимает, где он служит и для чего он служит. Это очень хорошо. Меня зовут Долгих Антон Витальевич. Очень приятно. Вы уверены в этом? Ну да. Знаете, что я согласен? Я поклонник вашего канала. Великолепно. То есть я вам не помогу, я вам не помогу. Ну, видите, значит, я понимаю, что вы привыкли общаться с несколько другим населением. Сейчас надо будет перестроиться на всем тогда. Давайте я себя начну. Все снова, перезагрузились. Выражаться и зубные братья. Мне интересно заговорить. Нет, нет, нет. Не нужно отходить, зачем? Они снимают. Они нет. Они имеют полное право. Нет, вы-то если хотите обратиться, скажем так, с заявлением, я могу воспринять заявление. Если вы хотите, я не связываю. Михаил, смотрите, я обращусь обязательно с заявлением, сделаю это в письменной форме. С удивлением смотрю на развитие событий, отмечаю ваш максимализм и с нетерпением жду. Мы увидели стоящий автомобиль с закрытым номером, а в автомобиле сидело два сотрудника правоохранительных органов. У нас это заметили, да, в магазина отъезжает. Сейчас мы стоим ждем, пока освободится вот тот высокий разговор. Росгвардеец, на которого указывает стрелочка. Дело в том, что многие из вас в комментариях писали, что Росгвардеец в ролике про Сбербанк и Росгвардеец в ролике про Росгвардию – это одно и то же лицо. И сейчас, когда я лично увидел воочию вот того самого человека, я действительно согласен, что сходство есть, сходство очень серьезное между Росгвардейцем в Сбербанке, Росгвардейцем в ролике про Росгвардию. И как раз хочу выяснить, так ли это, одно и то же это лицо или разные это люди. Еще кто-то пишет, это он специально вас не знал и типа вас развел. Какой развел, все высокопрофессионально действительно. Вы же натурально вышибли из-под меня эту почву для дальнейшего. Потому что когда адекватно и вежливо, то я сразу же тоже, просто погуну. Ну, я думаю, что у вас нет никаких мнений обо мне, кроме как о том, что долгих нормальный, вменяемый человек. Я уже собирался идти. А, я вам хотел продиктовать для рапорта. Давайте я продиктую, и вы рапортом оформите. Так, данные все записаны, да? Так, время мы не скажем. Какое? Когда мы сюда зашли? Сейчас, секунду, пила в один раз. Так, давайте. Время-то что мы? Вы так ведете себя интересно? Вот так себя и надо вести было со мной. Понимаете? Вот смотрите, у вас какая разница в поведении. Как вы ведете себя с долгих, и как вы ведете себя с сотрудниками. И вот теперь вы то, что имеете, вы имеете ровно из-за вашего собственного поведения. Так, Танечка, время-то, что там? Так, я закончился, у нас эфир, наверное, где-то в 11.30. Давайте тогда. 7-го, 07-го, 09-го, 2021-го. Ну, коллеги, вы в любом случае все увидите. Да я не вам говорю. Вот смотрите, все, что он сейчас говорит, это ложь. Это попытка создать мне негативный образ. Вы все увидите без всякого монтажа. Потому что камера работала не переставая. Как мы шли по коридору, как мы зашли сюда. Да, вы все увидите. И потом просто сравните то увиденное с тем, что этот человек говорит. А, ну хорошо. У вас сейчас это получается. Приняемся только к секретарю, что она находится. Смотрите, у меня... Да, 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 конечно, я же, конечно. Я вообще, коллеги, я не понимаю, зачем вас вызвали. И я бы на вашем месте не позволял обращаться с вами, как с собаками цепными. Взял бы объяснение. Ну, кто нажал кнопку? Да, потому что вы поймите, я это дело так не оставлю. Я буду подавать заявление, вот я даже сейчас могу человека нагрузить, но он профессионально работает. И я не хочу товарища, значит, лейтенанта нагружать и сейчас ему делать сообщение. Я сообщение сделаю в письменной форме. Попрошу возбудить дело за ложный вызов специализированных служб. Ну, так-то, вот, допустим, вел бы он себя плохо, он бы сейчас у меня получил это заявление. Ну, зачем? Я даже навстречу иду сейчас, даю объяснение, ничего никогда не делаю. Вот, надеюсь, вы оцените. Так, давайте. Вам для работы. Так, я дату сказал около 11 часов. 40 минут. Я обнаружил в приемной руководителя... ...с девушкой, которая никакого отношения к прямому эфиру не имеет. А если бы она начала... Сейчас я дам вам пояснение, сейчас дам пояснение. ...в приемной руководителя ВГТРК «Вятка». Еще что-то. Где гарантия, что она не будет закрыть? Все должно быть в контрольно-попускной режиме здесь. Секретаря. То есть, как-то ведь они прошли. Да, прошли. В скобках. Абсолютно с законом. Секретаря в скобках помощника, руководителя. Ее можно пропускать. Она потому что... Помощника, скобка закрывается. Дальше. Значит, секретаря в скобках помощника, руководителя ВГТРК «Вятка». Ирины. Девушка. Ирина Владимировна. Ой, Юлия Владимировна. Можно я сам дам свои объяснения? Если я даю ошибочные объяснения, пусть они будут такие. Пожалуйста. Не надо подсказывать. Ну, мы на разных уровнях. Да. Я вас спрашивал, какой адрес здесь. Вы молчали, как рыба. А сейчас не надо мне вашей уже помощи. Не надо. Я вам шанс давал. Вы напрасно думаете, что вас все это не коснется. Вы сейчас продолжаете закапываться. Вы лучше остановитесь. Остановитесь. Русских получит свое, а вы можете избежать вот этой своей меры ответственности. Успокойтесь. Мне вас жалко. Так. Обнаружил секретаря, значит, руководителя Ирины Русских. Ирины Русских без средства индивидуальной защиты в скобках маски. А то у нас один раз депутат в прямом эфире матом за кобеля заткнулся и матом на весь эфир. В скобках маски, все, да? После чего обратился в полицию. Вот, я думаю, этого достаточно, правда? Да. Ну, все. И вам коротко, и мне хорошо. То есть, вы тогда в рапорте укажете, что долгих пояснил, что, да? Все, спасибо. А я свои объяснения тогда тоже подготовлю и направлю. Спасибо вам. Мы так не хотели сделать, чтобы она вышла. И ради бога, это самое, жди она. Телевизор включили. Смотри по телевизору, снимай на большом экране, как супруг выступает. Ради бога. Ну, нет, это самое. А где гарантия, что у нее нет каких-то экстремистских лозунгов? Мы ведь не залезем в голову. Если он как депутат выскажет, то он свою партию подведет, раз они ему доверили и тому прочее. Там уже пускай разбираются у него в партии. А она. Должен быть пропускной режим перед прямым эфиром. Они не признают пропускных режимов. Они не признают этого. Они люди. Им дозволено все. И когда я представился, что отвечаю за безопасность, они сказали, кто ты такой, иди нафиг. И хорошо у него хватило силы воли мне морду не дать. Хотя, если бы он дал, то он бы расписался. Если его не остановить, он будет продолжать до вечера. Я хотел бы... Интересно вам меня... Точно так же, как и его... Если не остановить, то... Хорошо, хорошо. Я просто уже... Часто? Он может вот так до вечера? Там должны были два кандидата выступать. Кандидат, посмотрел на его поведение, он начинает кричать и прочее на руках махать. Посмотрел на него и ушел из дебатов вообще. И он все эфирное время занял свою агитацию, высказывал, как к нему относятся и прочее. Хотя, если бы девушка вышла из студии, то никакого бы конфликта не было. И ради бога, он там свою точку зрения высказывал, и другой кандидат был. А у девушки в студию есть допуск? А может в студии-то находиться могла? Она не может находиться в студии. Там могут находиться только технические работники и люди, участвующие в дебатах. А он этого не понимает, Антон, потому что он Антон. Да пусть переходит, пусть переходит. Больше составов, хороших и разных. Нет, я Антон... Ну, вы все, вы закончили? Я его не... Вы закончили? Может, вам еще что-то есть сказать? Прием. Все? Да. Значит, смотрите, все, что этот человек сказал, представляет собой его собственные фантазии и домыслы. По шагам. Здесь, в этом здании, коллеги, мы находимся, разумеется, на законном основании, пройдя пропускной режим и проверку документов. Это совершенно очевидно. Это режимный объект, о чем мне прекрасно известно. Нас встречал сотрудник именно телекомпании в форменной одежде. На входе был человек, который, видимо, кнопкой нажал, проверял у меня паспорт, удостоверение кандидата, у Татьяны тоже проверял документы. То есть, здесь... Родительские права и карточку корреспондента. На каком он основании пропустил это, мы еще разберемся с ним. Это уже будет отдельный разговор с сотрудником. Прием. Ну, вот так продолжается весь день. Поэтому, значит, были проверены документы, чтобы вам было понятно. Макарова является, во-первых, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Я подчеркиваю, решающего, потому что с правом совещательного голоса сейчас много людей, кандидаты в праве назначать. У них объем прав ограниченный. Она член государственного органа, первое. Второе. Она помощник депутата законодательного собрания Кировской области Сандалова Леонида Витальевича, как к слову и я. То есть, она действующий помощник действующего депутата законодательного собрания. Ну, далее пошли уже совершенно статусы, не имеющие отношения к делу, моя супруга, действительно, журналист и мой помощник. То есть, она ведет видеозапись. Она находится в здании на законном основании. Что касается студии. Вчера в студии были дебаты. У господина Черкасова, у депутата Госдумы, был помощник, который совершенно свободно находился в студии и тоже осуществлял запись. Совершенно свободно. Никаких скандалов, никаких просьб выйти не было. Я прекрасно понимаю, что в студии находиться нельзя. Я вменяемый адекватный человек. И вы все это увидите на видеозаписи, коллеги. Значит, я Таню поставил прямо у входа. Вот, условно говоря, если там подобная дверь, то после двери начинаются у них щиты. Так вот, Таня встала в проходе. Она не выходила никуда в студию. Она стояла прямо у косяка. Прямо в дверях. Никому, естественно, не мешая. Попросили от нее выйти. Я сказал, что выходить она, конечно же, не будет. И после этого прибежало русских, которые меня ненавидят с 11-го года. Ирина Анатольевна, как его зовут? Не могу знать. А это кто был? Это сотрудник наших солдат. Вашей? Он сотрудник полиции? Да, конечно. А как зовут его, не знаете? Не в своем начале. Ну, вы его знаете? Я знаю, что сейчас он может. Все, что было с русских, вы тоже увидите. Это глупо абсолютно пересказывать. Но вы тоже это увидите. Ну, а потом уже появился этот человек, которому, видимо, не донесли и не доложили о том, что пропустили законно. Все находят законно. И он начал уже просто тупо ко мне приставать. Понятно, что это у него не получается. Это у него не получается. Что касается, вот говорит, долгих сдержался. Тут тоже очень важный момент. Я не знаю, будет он у нас отражен или нет. Он схватил принадлежащее моему несовершеннолетнему сыну, ну, в данный момент я являюсь законным владельцем, записывающее устройство. То есть я положил на стол... Каким-то образом оказалось на столе. На моем, за которым я сидел, а не за которым вы. Как оно там оказалось, я не знаю. Может быть, это кто-то оставил из наших работников, а не он. Я не знаю, я зашел, сел за свободный столб, не за тем, за которым он сидел. Взял этот предмет, так как многие депутаты ходят, и может кто-то забыл этот предмет. Имущество мое положи. Добрый день. Ты что, совсем охренел? Имущество мое трогает? На вашу помощь. На что он мне сказал? Бой не прикасается, это мое. Я положил и специально одним пальцем прикоснулся. Вот сейчас он сидит передо мной и... И смеется. Пытается, да. И смеется. Что-то этот самый смеется, да, что-то там... Мужик делает, вот мужиком меня называет. Вы еще раз тронете мое имущество? Твое счастье, что видеозапись идет. После этого он сжал кулаки и хотел мне врезать, ну, разум, видимо, возобладал. Дальше мы попихались немного животами. А сейчас он будет это все с юридической точки рассказывать. Прием. Все у вас? Да. Ну, вот этот человек постоянно так перебивает. Значит, очень хорошо, кстати, что он это рассказал, потому что я как раз хотел рассказать, вот он бы набрался терпения буквально пять секунд и уже услышал бы, что я перешел к рассказу о том, что произошло. Там кабинет, сидят столы, стоят столы. Он сел за стол, я подошел, положил к нему на стол, не под нос, никуда, а просто на стол положил записывающее устройство. И он это прекрасно видел. То есть на его глазах это произошло. Опять же, есть видеозапись, и вы сами все увидите. Ну, я понял, что вы не видели. Ну, не видел я. Я понял. Ну, не видел я. Я понял. По-моему, я садился, оно уже лежало. Я понял. Я могу продолжить? Да. Спасибо. Так вот, я положил записывающее устройство на стол, он его видел, я, не ожидая, что его кто-то возьмет, 21 век, 21 год, все вроде понимают, что чужое брать нельзя. Я спокойно пошел, значит, на свое место, сел, и тут вижу, как он берет, хватает его. Когда он говорит про пальцем, это был второй раз, когда я говорю, только пальцем попробую задение, он специально как раз пальцем задевает. Это как бы, ну, человек-юморист, у него ирония прямо сквозит. Но первый раз он взял его в кулак и хотел уже убрать себе в карман. И будет подано, я опять же, вот не хочу сотрудника мучить, и вас, коллеги, не хочу, но будет подано заявление, мог бы и сейчас это сделать, если бы у нас с вами по-другому разговор складывался, будет заявление о возбуждении уголовного дела через 30-ю статью по факту покушения на грабеж. Шутки шутками, а на мой взгляд, все признаки грабежа налицо. Схватил имущество не его заведомо, то есть оно не его. И вот сейчас, когда он рассказывает, неизвестно, кто оставил, он не понимает, что сам себя закапывает, говоря о том, что неизвестно, чье может оставили. Поэтому, может кража, может быть грабеж. Я сказал как раз, что ни при каких обстоятельствах работать с вами не буду. Ни при каких обстоятельствах. А вы говорите, помочь. Поэтому, да вы можете все что угодно говорить. Поэтому, видите, какие две разные реальности. Но моя-то реальность будет подтверждена видеозаписью, которую вы, я уверен, посмотрите. Поэтому, собственно, вот... И в видеозаписи видно, что я видел, что вы положили. И я этого не видел. И докажите обратное. Так, у вас ко мне есть вопросы какие-то? У нас ко мне девушки-то допуск был на прямом эфире. Она не была на прямом эфире. Вы, видимо, меня не внимательно слушали. В приеме только, да? Конечно. Вот смотрите. Мы можем туда сейчас спуститься, если вы захотите. Вот только скажите, значит, спустимся. Я даже покажу место. Условно говоря, есть помещение, студия. Есть вход в студию. И она не заходила в студию. Она стояла ровно, даже не так, как вот этот человек, а даже ближе еще к углу. То есть, прямо у угла стояла точно так же... То есть, в студии. Стояла точно так же с этим вот моноподом. И вот точно так же держала камеру. То есть, в саму студию она не заходила. И если это важно, то я сейчас... Студия во время прямого эфира закрывается. Значит, она находилась в студии. И это факт. Студия закрыта не была. Естественно, есть видеозапись с моей камеры. Будет видно, что студия была открыта. Поэтому никаких указателей, что посторонние лица не могут входить, нет. Тем более, еще раз говорю, она не постороннее лицо. Но она и не присутствовала в студии. Но, если вам сейчас нужно давать ход этому делу, если вам сейчас нужен протокол осмотра, то я предлагаю в моем присутствии этот протокол составлять. И я буду указывать, где она стояла. Это очень важно. Потому что у меня есть видеозапись в любом случае. Причем не одна, как вы понимаете. Поэтому все мы увидим. А если бы Макарова находилась в здании незаконно, то, естественно, ее бы уже выдворяли. Но никто ни разу не потребовал от нее покинуть ни студию, ни все здание в целом. Но чтобы лишний раз вас не пиарить. Да, кстати, они вот так вот постоянно говорили, чтобы вас не пиарить. Я предлагаю вызвать полицию. Они говорят, чтобы не пиарить. Бред какой-то. И там нужно показать, как ОМОН снимает. Господа-то знают это. В отличие от вас, господа-то знают про канал. И смотрят канал. Вот это они. Но я не смотрю. Ну, теперь и вы будете смотреть. Один раз только тот, где я есть. Да нет, вы подсядете и все будете смотреть. Уверяю вас. А у нас, кстати, ролик с русских с 2011 года. Мы не знали, куда его девать, потому что он там рваный, ну такой непонятный. Потому что я же не ожидал и на телефон снимал. На свой ужасный у меня кнопочный телефон. И мы не знали, куда его девать. Танечка говорит, так вот сейчас все, отлично у нас будет. История целая. Да, да, вот это. То есть прежние взаимоотношения, сегодняшние, как она попыталась сорвать мои дебаты, это удивить. И все-таки вы находились в студии. А сейчас только участвуем. Ждем окончания протокола. Я сейчас нахожусь здесь только для того, чтобы с вами побеседовать. Вот и все. Если бы вы не пришли, я бы минут, наверное, 10 назад уже ушел. Потому что, по большому счету, после того, как приступил сотрудник полиции к составлению протокола, а это процессуальный момент возбуждения дела, я понял, что хода обратного не будет. При мне Юлия Владимировна вину признала, раскаялась, получила консультации. Будет ей предупреждение, меня это устроит. Все, я уже ушел бы. Но так как, еще раз говорю, я никогда не бегаю от Росгвардии. Ни от кого я не бегаю. Поэтому, если кнопка нажата, я же сразу понял, машина приехала, он говорит, учения. Ну, какие учения? Понятно, что приехали по душу долги. Если приехали по душу, да, планы проверка. Значит, если приехали по мою душу, я должен дождаться на месте, дать объяснение, как же иначе. А то потом вы будете говорить, что других сбежал. Такого не будет. Не нужна ваша душа никому. То есть сейчас, если у вас нет ко мне вопросов, то я, пожалуй, пойду. Михаил, здравствуйте.